Привет, друзья! Привет, мои дорогие подписчики! Сегодня я готовлю белую пекинскую утку. Для того, чтобы весь сок из утки сохранился, я использую казанчик. Часть жирка из уточки я уже срезал и вот сюда положил казанок. Все стеночки казанка я хорошенечко вот так размазал и намазал жирком, чтобы сюда никакие овощи не прилипали. Теперь я складываю смесь баклажанчиков, лычка, морковки и картошечки в казан. Уточку я уже предварительно посадил и посыпал белым перчиком. Вот так я ее красиво прикрутил и она скользкая, хочет улететь. Да, ножки я ей вот так связал, чтобы они не развивались на ветру. Здесь немножко все подтяну. Пойдемте готовить утку в тандыре. Пекинская утка в тандыре. Получилась очень вкусная, ее нужно предварительно подготовить. Для этого я обрезаю вот эти ручки у нее, потому что они все равно сгорят. Я думаю, я их полностью обрежу вот аж под самый корешок. Вот так. Здесь совсем нет мяска, хотя налетает. С этого крылышка будет обалденнейший бульончик. И вот эти маленькие хвостики на ножках. И также я вырезаю полностью шейку. Шейка очень вкусная и даст хороший наваристый бульон. Но в тандыре совершенно не то. Весь жирок вот здесь, там где разрез уточки я вытягиваю. Шикарно. Сейчас вот такая дряблая кожа у уточки, мы ее отведем в парикмахерскую и сделаем, чтобы шкурка натянулась, чтобы все было красивенько. Я беру кипяточек и просто поливаю на саму кожу. И остудить. Вот, совершенно же другое дело. Шкурка натянулась и теперь под кожей у самой уточки очень много жирка. И я уже много раз пробовал, если не сделать надрезы, этот жирок там и останется. Никакая температура его оттуда не вытащит. Поэтому я беру и делаю очень неглубокие надрезы, вот так, чуть-чуть, только чтобы разрезать кожу до жира. И через эти разрезы будет заходить температура, тепло от самого тандырчика. И весь этот жирок будет потихонечку вытапливаться, шкурка будет золотиться, будет постоянно в жирке. И хрустящая корочка на ней легко будет образовываться. Особенно много жира вот здесь, в области грудки. Для того, чтобы почувствовать именно настоящий аромат хорошей белой пекинской уточки, я буду использовать только один белый перчик. Белый перчик я уже растолок в ступочке и добавляю соль. На такую утку я возьму одну столовую ложку соли с горкой и перемешаю ее уже готовым перчиком. И хорошенечко посыпаю утку солькой и перчиком. Когда пекинская утка будет запекаться в тандырчике, из нее будет вытекать сок и жирок. И чтобы это все сохранить, я использую вот столько овощей, в которые этот сочок будет капать. Вот такой простенький маленький земляной тандырчик. Я его классно прогрел. Он грелся почти целый час. Часть углей я уже вытащил. И теперь я на самое дно тандыра опускаю казанок. Вот так. А сверху вставлю уточку. Не падай, не падай. Отлично. Вот так. Теперь эти угольки уберу в сторонку и накрою этой железячкой сам тандырчик. Температура в тандыре 330-340, но она сейчас выровняется. Часть жара заберет на себя уточка и овощи. Я вот так накрыл мешками сам тандыр. Я не присыпаю ничего землей, чтобы была легкая естественная вентиляция. И засекаю время. Через полчасика я достаю казанок с овощами и высыпаю его, потому что он уже готов. И ставлю следующий казанок. Прошло 30 минут. Из уточки классно вытапливается жирок. О, а здесь? Вот. Самое важное. Это вовремя достать. Горшотчик варит. Вот так классно все булькает. Классно пахнет. Смотрите, друзья, прямо на углях стоял казанок. Ровно 30 минут абсолютно ничего не прилипло, потому что я смазал его внутри утиным жирком. Теперь ставлю следующую партию овощей. И так будет два громадных казанка овощей и готовая утка пекинская. Белая пекинская утка в земляном тандыре. Теперь самое важное. Нужно сейчас хорошенечко угольки перемешать, потому что вентиляция всего с одной стороны, и со стороны вентиляции есть жар. А с другой стороны тяга уже не такая сильная, и поэтому угольки все потухли. Пол минутки я дал температурке немножко разойтись, и хочу узнать, какая же сейчас температура. Сама уточка 145. И теперь, я думаю, очень хорошо. Сейчас уже более щадящая температурка. Овощи приготовятся обалденно, а сама уточка уже будет немножко дымком пропитываться ароматом дыма и будет уже медленно-медленно греться уже на щадящих температурках еще полчасика. Температура в середине тандырчика 192 градуса. На самой утке снаружи 115, а там внизу 130 градусов. Выглядит красиво. Красивая пекинская утка. Небольшая. Волшебный горшочек. Белая пекинская уточка. Она готовилась ровно час и, по-моему, 10 или 12 минут. Первая партия овощей великолепная, а вторая, там уже жар поменьше, еще доготавливается. И, конечно же, красное сухое вино. Овощи я попробовал. Овощи супер. А уточка, как красиво. Она уменьшилась в размере. Вот там, где была насечка, весь лишний жирок из нее вытопился. Попал сюда в овощи. Все классно. И, конечно же, попробуем. Овощи. Ой, как же легко все. Ножка. Вы знаете, вот этот именно аромат хорошей утки с золотистой корочкой. Когда ты его нюхаешь, она так классно приготовлена. И сама корочка подсушенная, хрустящая. Ну, пахнет именно таким вкусным, поджаренным мяском. Вот здесь, когда я так слегка прижимаю, прямо сок из грудинки, из грудки выходит. Настолько все классно сделано. Очень просто. Абсолютно не нужно ничего. Никаких покупок. Просто ямка, небольшая кучка дров и хорошая белая пекинская утка. Друзья, так все классно, легко готовится. Если вам понравилось мое видео, пишите комментарии, как готовите утку вы. Ставьте вот такие огромные-огромные лайки. Подписывайтесь на мой канал. Ссылочка для подписки вот здесь внизу. Вот здесь рядышком есть колокольчик. Нажимайте на колокольчик. И вы будете всегда в курсе всех новых видео на моем канале. И помните, кухня это самое спокойное место. Продолжение следует... Продолжение следует...